каждый день у меня какая-то проблема пока мы собираемся обязательно сразу лайкните буду просить лайки буду просить комментарии обязательно я читаю все комментарии они помогают кстати сориентироваться в какую сторону в общем-то направлять наши проповеди чтобы мы понимали в каком состоянии оказалась украина я бы даже не брал сейчас украину отдельно потому что это уже касается мира я послушал сенатора соединенных штатов и я послушал выступление у любарского было он его поставил с переводом если вы хотите это послушать там два республиканца выступали сенаторы один из сенаторов заявил о том что в украине де-факто сейчас осталось 28 миллионов человек недавно еще была цифра 31 миллион то есть о чем это говорит о том что мы стремительно теряем население и мы сейчас видим что стремительно также меняется условия заключения какого-то хотя бы перемирия мы сейчас видим что ужесточилась политика украинских властей они выглядят ожесточенно они выглядят усталыми жестокими мальчиками которые на самом деле не сокращают эскалацию а ее наращивают сегодня появилось сообщение о том что камела харрисон когда встречалась зеленским просила его оказывается это появилась в американской прессе просила его не бомбить нпз не бомбить нпз хотя я знаю что и разговаривал с молодыми людьми здесь и у нас очень радовались люди когда наши разведчики гур взрывали нпз и на этом очень хорошо пиарился генерал буданов но это нпз а стоило недоверия сегодня соединенных штатов америки потому что вице-президент сша просил не делать этого было заявление уже госсекретаря о том что не следует этого делать потому что это влияет все равно на мировые цены мы с вами это обсуждали о том что как бы то ни было хоть это и внутреннее потребление этого бензина но есть некий общий баланс мировой и все равно россия там представляет по моему 15 процентов этого баланса и так или иначе косвенно через третье десятые руки это все равно касается общих цен на бензин во всем мире и когда американцы настоятельно что-то просят мне кажется как людям которые по умнее наших будут и стратегическое планирование у них на десятилетия вперед а то и на столетия и мы видим что это достаточно успешная страна которая все равно выполняет свою миссию по зачистке мира от диктаторов от диктаторских режимов и здесь просто надо это понимать и и играть в пас с партнерами ну не нацелена европа на диктаторство не нацелена америка на диктаторство и когда отмахивается президент и говорит а мы все равно будем стрелять ты невольно задаешь себе вопрос на почему такое поведение почему нарастает шквал агрессии и тогда я вспомнил такую вещь и она связана с тем что я буду рассказывать про сериал грисела про наркобаронессу в майами где разгорелись и самые чудовищные войны между наркокартелями за сбыт продукции потому что майами это богатый рынок по сбыту кокаина и она фактически кокаин 95 доставляла в богатые семьи но интересно когда будете смотреть этот сериал не столько важно вот бутафория этой женщины и как она убивала а как важно деградация личности деградация личности когда власть фактически развращает деньги развращают и в конце концов переходится какой-то рубеж когда уже деньги не имеют значения а имеет значение только власть даже кокаиновой баронессе она может даже отказываться от денег но при этом хочет осуществлять безмерную власть вот у нас в украине все началось наверное с тех времен еще когда потихонечку мы все граждане украины соглашались отдавать свои права свои права человека на самом деле общество вообще не способно бороться за права меньшинств потому что оказывается из чего сотнаны и европейский союз и америка в том что они и нам кажется это в какой-то степени чудовищно как это они так защищают меньшинство почему так много прав дают черным почему каких-то трансгендеров защищают почему все время у них вот это происходит но сама государственная машина и контроль ее настроен так чтобы все таки поддерживать разнообразие и меньшинство чтобы они не истреблялись агрессивным большинством когда-то на территории украины проявлялись такие вещи которые отражались вопросах когда львовская область и львов вот эта часть отошла советскому союзу на той территории по опросам перед отходом проживала 70 процентов польских граждан да как это была территория польши и они себя писали в графе поляки поляк а когда произошел ты посмотри а когда произошел класс вот это фокусы пока полайкать пока и напишите в рекомендациях что с этим делать меня просто как-то внезапно перехватывает горло и какое-то время утрачено то чтобы восстановить мы лайкнули и написали что с этим делать может есть врачи специалисты которые меня слушают уже больше года не могу от этого избавиться вот последнее время начало так зашквариваться так вот меньшинство защищаются для того чтобы было разнообразие самое главное нужно с точки зрения прав человека государства государство должно быть нацелено на защиту маленьких людей так вот после того как нквд и сталин захватили эту территорию путем раздела этой территории с гитлером польшу поделили статистика показалось что вместо 70 процентов поляков образовалась 70 процентов украинцев то есть население довольно таки быстро террористическими методами было переведено и оставаться поляком на этой территории было просто опасно и люди сразу же ясно что в то время никто не мог защищать свои права тем более в сталинском режиме но генетически это сохранилось потому что наверное те кто не защищали или защищали свои права они либо погибли либо вынуждены были эмигрировать вот так спокон веку борется у нас за свои права эмиграция лучший вариант уже внутри страны что-то не получается мы генетически предрасположены подчиняться к диктатуре то есть все время основная масса выбирает роль жертвы в советский период он же ведь ознаменовался тем что украинство не сильно поддерживалось в городах в основном продуцировался русский язык и в принципе особо никто украинский не оберегал язык и из-за силе русской литературы русского языка в принципе насаждалась с малых с пеленок а тем более государственный язык русский и люди говорили на нем а украинский ну зачем был такой вспомогательный язык который сильно закрепился на западной украине но в остальных и в селах поэтому определенные отношения к нему складывалось но опять же кто защищал украинский язык постольку поскольку а уж другие языки вообще зачем их защищать когда возникла независимая украина и появились уже идеи совершенно другого толка то начались гонения в том числе продуцироваться развитие украинского языка но опять же очень быстро мы склоняем голову и уже и никто и не защищает никакой язык свой и в принципе из-за этого могут возникать всевозможные проблемы с точки зрения защиты прав личности потому что если общество нет заказа общества политикам на то чтобы защищать меньшинство то есть малые группы то в общем то его и не будет а государства особенно диктаторские они склонны при накоплении агрессии все равно нападать на меньших то есть защищать так называемую оппозицию себе потому что вместе с этим ты присоединяешься к большинству и всегда получаешь коврижки вот я же говорю что американское и европейское законодательства они не позволяют этого делать поэтому они всячески поддерживают местные культуры и на этом стоит местное самоуправление то есть фактически на барьером против и захвата власти в том числе является местное самоуправление и многочисленные и многочисленные конституции а вот диктаторские режимы они как раз склонны к тому чтобы опьяняться от власти и опьянившись от власти они очень быстро могут сваливаться как раз в проявление жестокости по отношению к массам потому что сами они как раз и начинают продуцировать эту самую жестокость и мне рассказывал мой знакомый вот когда со мной начали случаться эти вещи он говорит не связывайтесь потому что вы должны понимать что эти ребята приходят в следственные отделы ментов прокуроров собираются с утра и приходит их начальник который всю ночь гудел в дискотеке нанюхавшись кокаина утром он в бешеной агрессии орет на своих подчиненных говорит идите и ищите бабки идите и ищите вот этих вот терпил предпринимателей и начинайте их травить вот вы представляете в таком раже руководство мвд представьте себе руководство какого-нибудь министерства в таком раже налоговой просто представьте себе людей которые получили огромную власть да и судей сюда надо отнести людей которые возможно сидят в государственных кабинетах высшего ранга и занимаются день и ночь тем чтобы отобрать какое-нибудь имущество но когда появились зеленые на небосклоне и вернули фактически майдан антимайдан во власть вот эти эффективные менеджеры и все остальные выходцы в общем-то из олигархических кабинетов вот они начали упиваться властью просто незрелые люди начали упиваться властью потому что исчезли какие-то внутренние тормоза немного говорили о том что ну возможно и депутаты потребляют возможно там 95 квартал когда свои сценарии писал потреблял очень много об этом ходит слухов но что меня сейчас беспокоит посмотрев вот этот сериал Грицелла о баронессе которая приехала в Майами и организовала сбыт наркотиков что с ней происходит то есть в начале это радостная женщина которая вырвалась из своей страны и пытается сделать хоть какие-то деньги она с тремя детьми ей надо их кормить и она приехала там с килограммом кокаина который радостно ее пробовал но неважно она была радостная в начале а потом круг событий ее затягивает все больше и больше и она начинает принимать решения об убийствах то есть первое убийство ей тяжело далось ее трясло все когда она заказала это а там надо было семью убить свидетелей из этого убийства выросло еще убийство еще убийство и в конце концов она начинает направлять свою агрессию во первых глушить свой страх потому что ну пока ты употребляешь страх заглушен когда применяешь насилие тебе кажется что ты меньше боишься но насилие порождает насилие и оно начало нагромождаться там пишут что даже Пабло Искобара ее побаивался и она сделала успешную карьеру наркобаронессы стала сверхбогатой и вот там ее вечеринка проходит на которой вот интересный момент был когда она дети ее появляются уже повзрослевшие и тоже один нанюханный золотой помидор в Майами да еще и в наркобизнесе мамин распространение наркотиков и все такое то есть он сам уже нанюханный второй такой же и она кричит сыну это все для вас это я все сделала для вас она даже не замечает о том что она своими действиями убивает и мужа и свою семью и своих детей и даже родившийся ребенок у нее там она его называет Майклом который как ей докладывают уже что он из соломинки кокаин тянет то есть и она от этого становится страшно подозрительной и агрессивной и она уже видит во всех своих сторонников заговор против себя заговор против своего окружения то есть все превращаются во врагов опа и здесь вот меня вдруг я подумал подождите а что сейчас происходит в Украине вот так если масштабно посмотреть если мы отрешимся о том что да у нас есть проблема огромная война Путин напал но откуда такая агрессия к окружающим откуда абсолютно бесчеловечное отношение к своим согражданам откуда вот эта сепарация людей на своих и чужих Зеленский подписал закон я надеялся что он его не подпишет но он подписал этот закон о мобилизации или как у них оно даже страшно начинает называться об ужесточении то есть они даже закон назвали об ужесточении мобилизации то есть ужесточение закона мы видим идет жесточайший переход на жесточайшее обращение со своими согражданами потому что здесь же есть задний двор а кто вдувает в уши Зеленскому подписание кто вдувает Зеленскому в уши агрессивное отношение к партнерам кто ему подсказывает что не обязательно выполнять рекомендации Байдена и вот по этой женщине по Грицеле оно видно что она все время нарушает правила то есть если ей предлагают огромную сумму чтобы она вышла из бизнеса она отказывается от миллионов долларов и начинает убивать потому что ей надо расчистка территории короче Грицеле в определенный момент деньги уже были не важны и семья не была важна ей самое главное было осуществлять власть над людьми причем власть над теми которые вчера ее еще обижали ну забирали у нее бизнес или что она их победила и на вот даже на вечеринке мужа она там унижает их что заставляет одного лаять раздевает наголо заставляет при себе там что-то делать короче делает страшное унижение и почему это с людьми происходит упивание власти ведь это же самое произошло и с Паблом Эскобаром на каком-то этапе денег столько и возможностей столько что он самое главное это упивание властью сама власть денег дает упивание властью как кокаин а если это еще и приправлено кокаином то это человек становится и подозрительным с психозами и чего там только у него не происходит в голове и мы сейчас видим что власть становится крайне агрессивна к своим согражданам вот взять и вот так вот легко при помощи этого закона подписания его объявить людей которые выехали тем или иным способом всех молодых людей а через три месяца это произойдет потому что через месяц закон об ухлянтах или об ужесточении входит в силу и все кто выехал должны будут зарегистрироваться в военкомате то есть явиться в военкомат пройти медкомиссию и получить военный билет потому что им не будут оказываться ни конкурсовские услуги ни доверенности не смогут то есть то что должно делать для них государство оно откажется для них делать то есть огромное а если они не явятся то они попадают в разряд ухлянтов и они становятся фактически врагами народа то есть они выбиваются даже из политической жизни страны и сейчас уже говорят что этот закон приведет к тому что огромное количество людей если планировали вернуться то сейчас они планируют сделать все чтобы уже никуда не возвращаться они уже не верят в свою страну и одним рощерком пера фактически Зеленский потерял огромное количество работоспособной массы людей молодых людей которые сейчас уже не будут возвращаться в страну я уже не говорю о том что то что развернули внутри страны по отлову людей а самое главное посмотрите на лица на сегодняшний день власти они все время агрессивно кому-то чего-то доказывают я к чему это говорю к тому что судя по всему если смотреть динамику вот как и в сериале про эту грицельсию что есть некая динамика деградации личности и мы сейчас видим динамику деградацию власти украинской как деградации отдельных личностей которые получили вседозволенность и всевласти вот одна из причин возможно потому что нам не дают дальнобойные ракеты потому что они могут пообещать что ракета Таурус не полетит за 300 километров куда-то на территорию России а будет использовать только в военных целях а они возьмут и пошлют ее туда или еще чего-нибудь запустят то есть на сегодняшний день власть Украины упиваясь властью внутри страны им кажется они как бы перебрасывают свои возможности внутри страны и на внешний мир а внешний мир удивленно смотрит на диковинных людей которые выпрашивают помощь и ждут ее как манны небесной и ведут себя внутри страны как диктаторы и это очевидно еще и как узурпаторы власти потому что мы вчера обсуждали то что Байден Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз не буду упоминать Байдена потому что пишут что я работаю на Байдена зачем мне Байдена мне Зеленский больше интересует и кто придет вместо него и когда они все свалят оттуда потому что Зеленский на сегодняшний день разрушая себя как личность он разрушает государство потому что у него есть возможность разрушать государство и себя он разрушает себя семью свои отношения с людьми свои отношения с окружающими и его эффективные менеджеры как и у этой Грицельды вторят ему потому что они питаются его злобой его ненавистью его агрессией и позволяют себе уже вниз продуцировать ее но она там трансформируется в то что а мы выше мы имеем право мы можем забрать имущество я прочитал удивительную историю сейчас всплыло в прессе как то его голиков что ли или как его Гуцул прокурор возбудили уголовное дело по неправильному оформлению документов на дом который построен там в коттеджном местечке вот он построил там какой-то предприниматель построил этот дом они нашли нарушения какие-то короче арестовали это имущество долго было под арестом потом вдруг внезапно снимается оно с ареста и покупает этот дом папа этого Гуцула у папы нет денег я к чему говорю и совершенно спокойно наверное туда вселится этот Гуцул прокурор по экологии то есть вы должны понимать что если от первого лица исходит агрессия что у одних людей именем закона можно все отбирать то мы должны понимать что это все будет ужесточаться потому что этот прокурор как пример другим прокурором а таких примеров начиная уже давно в начале отжимали компании или у олигархов потоки в дальнейшем уже начали отжимать готовый бизнес а сейчас отжимают уже жилье и дома которые строят себе люди то есть агрессия в обществе возрастает и те же самые прокуроры и менты они точно так же упиваются властью как глава государства они сейчас находятся в одном энергетическом коконе агрессивности и кто там из них кокаин нюхает а кто не нюхает это уже не важно потому что получается что вся верхушка государства сейчас оторвалась от населения и превращают его в людей которые должны просто носить дань отдавать деньги наверх и самое главное не выступать против вот для них и для этого каждый день и наверное то что не понимают слуги народа когда голосуют что это завтра окашится на вас вас будут либо бить либо после распуска вы попадете нет да раз нет не идет текст не идет текст не идет текст не идет когда начинаешь говорить немножко на повышенных регистрах то вот оно и забивается наверное я близко к сердцу все это воспринимаю потому что я вижу что страна моя больше сейчас от войны она в какой-то степени окрепла вот сама война страну она нисколько не ослабила общество она в какой-то этапе она его усилила это общество усилились евроустремления усилились желание вступать в НАТО усилились даже украинство усилилось мы начали все себя действительно ощущать украинцами и сегодня уже нет речи о том чтобы как-то сотрудничать с россией в будущем и это очень стабилизирует нацию фактически делая нас единой семьей которая борется с агрессией тут все понятно но меня беспокоит то что у нас внутри страны завелась зараза и зараза это называется та же самая диктатура я не случайно на обложку поставил путина и зеленского и сегодня диктатура зеленского побольше вы просто осознайте что сегодня у зеленского больше диктаторских полномочий чем у путина путин в какой-то степени наверное себя даже и ограничивает он не ограничивает возможно в бомбежках украины развязав травлю своих граждан и преследования по инакомыслию но с другой стороны результат тот который сейчас делает путин у себя приведет к будущим проблемам украина имела возможность с помощью войны действительно оказаться по правильную сторону но сегодняшняя власть она не просто она пытается поставить людей в абсолютно зависимое состояние от органов власти то есть на сегодняшний день огромное количество органов власти которые будут иметь возможность ущемлять людей в правах грабить их именем государства потому что это позволил делать главное лицо Зеленский потому что его требования что все должны в окопы идти его требования с одной стороны кажутся людям что ну наверное он правильно говорит что надо но совершенно мы видим что вот эта власть в целом ну вот задайте себе вопрос если ваше государство или количество людей в Украине сократилось с 40 миллионов до 28 миллионов и огромное количество выехали то задайте сами себе вопрос а чиновники сократились и вы увидите что чиновный люд и люди которые питаются от государства они нисколько не сократились они стали военно агрессивней они становятся все агрессивнее и агрессивней и ту мыс которую хочу донести это то что нас ждет еще большая агрессия от Зеленского и его команды агрессия по отношению к своим гражданам и чем больше будет неудач на фронте чем больше будет неудач на международной арене тем больше будет разворачиваться они и давить своих граждан и вот этот закон который они сейчас протащили через верховную власть и начали внедрять или начнут через месяц он приведет к тому что безумное количество мужчин попадет де-факто в рабство какому-нибудь военкому или какому-нибудь медику короче они будут вынуждены отдавать имущество для того чтобы сохранить свою жизнь и все это приведет к тому что государство в результате станет еще более агрессивным то есть мне кажется у них уже столько денег что сами деньги по себе их уже не интересует их интересует исключительно больше власти больше власти для давления на общество то есть у общества надо будет забрать все поэтому идут обсуждения как телеграм закрыть возможно как ютуб как поставить блогеру иноагент как закрыть рот короче тому что чему человечество шло тысячи лет к свободе слова к защите прав личных к защите прав собственности то есть Украина сейчас как раз в опасности оказаться именно в таком положении с этой точки зрения когда я смотрю на то что республиканцы уперлись и никак не могут согласиться на помощь Украине я начинаю их понимать по другому потому что они глядя на эту диктатуру они понимают что им завтра завтра нужно будет менять эту власть и если они будут просто отдавать им деньги то в принципе они будут просто подпитывать коррупцию и диктатуру а они хотят все таки чтобы на нашей территории рано или поздно воцарился мир спокойствия и изменилась политическая система чтобы президент уже не был никогда главным а ОП исчезла как ОПГ где-нибудь в тюремных застенках за все что они наделали с гражданами Украины именем войны ведь самое печальное что сейчас все их поступки замаскированные под якобы они работают на благо людей только это благо людей заключается в том что мы как и от Грицельды как она к своим детям кричит что это все для вас а на самом деле ты совершенно видишь что у нее дети наркоманы у нее дети с оружием ходят и им судя по всему жить недолго останется ну в связи с теми событиями а она говорит это все для вас а что для вас смерти вот у нас примерно такую позицию занимает сегодня администрация президента во главе Зеленского который это все для вас я стараюсь я же день и ночь работаю день и ночь стараюсь все для вас а люди такие сжались и говорят а что для нас то есть для нас закона мобилизации для тех кто выехал ухылянты и поражение в правах тех кто остался их преследует военкомы армию не отпускают домой и при этом еще и слуги народа как мне уже кажется без угла она в своем уме или она под каким-то воздействием находится потому что подобные заявления которые она делает антиармейские так сказать или Малер которая заявила о том что так они должны были читать конституцию что они обязаны и никакой демобилизации не предусмотрено то есть она как бы оправдывает рабство то есть можно взять человека и добровольца многие же добровольно пошли в начале войны защищать родину и теперь этого добровольца держат там без всякой демобилизации то есть мы видим что они сидят на таких теплых местах что они в принципе очень даже могут эту жестокость проявлять долго и она накручивается потому что она как маховик затягивает в это что мероприятия все больше и больше наверное ресурсов денег и им кажется что они уже какие-то непобедимые а возможно там они все уже в измененных состояниях находятся вот на эту Грицеллу когда посмотрите как она не может видеть что ее дети уже наркоманы и они занимаются этим наркоманским так вот так вот Зеленский абсолютно не видит что у тебя все окружение в коррупции у тебя все окружение работает исключительно на отжим у людей всего чего шевелится и у тебя люди уехали часто даже не потому что война а часто потому что постоянные преследования и надо где-то переждать это время единственное что мне кажется эта ситуация недолговечна будет то есть само даже Зеленский заговорил об этом что возможно поражение в войне то есть готовьтесь что такое для него я думаю поражение в войне это когда ему типа помощи не дадут и Россия сможет захватить больше территорий вот что для него поражение но когда война начиналась и потом длилась вы вспомните количество бравурных речей от трех недель всего и тоже происходило это те же самые люди которые с самого начала войны и еще начиная с перед войной нам все время говорили вещи которые происходили с точностью да наоборот единственное что постоянно было это увеличение судя по всему их имущество и денег и власти которые они прибирали к рукам вот это оставалось неизменным то есть у нас есть как бы вектор получения власти с одной стороны в Украине и даже сокращение бенефициаров этой власти потому что ну страна выехала брать не с кого поэтому лишние структуры они отмирают сами собой и появляются те которые нацелены на подчинение абсолютно администрации президента а с другой стороны состояние народа это другой вектор где люди реально теряют имущество деньги бизнес и родину то есть два вектора еще большее усиление власти и упивание потому что вот эти бессмысленные заявления когда люди делают ну типа как притула который очень приближен к власти который сказал вообще военные даже отсасывать у его собаки или собаки его мамы вот до чего договорились это люди которые жируют сегодня то есть когда у вас появилось два вектора я еще раз говорю людям чтобы обратили внимание если вы где-то сталкиваетесь с кем вы имеете дело потому что возможно вы уже имеете дело с человеком который как в сказке заколдован уже то есть его невозможность у него как правило стеклянные глаза вот такая харя с кричащей рожей которая говорит что все должны идти на фронт и защищать родину но сам он при этом богатеет и остается на месте их много появилось их появляется много именно из-за того что вот нету вот этих вот ограничителей которые есть в соединенных штатах сами государственные когда защищают меньшинство поэтому это невозможно в развитых демократиях и поэтому во всем мире борются как раз с диктаторами и когда мы говорили о том что он не может маленький диктатор победить большого диктатора у большого диктатора больше ресурсов и обратите внимание еще на одну вещь когда мы вчера перечисляли о том что выстраивается эта ось по определенным признакам то есть все вот эти страны с которыми сейчас зацепился и израиль и украина соединенные штаты евросоюз как бы ось добра и с осью зла это все страны ядерные иран на пороге ядерной бомбы все время говорит о том что первая ядерная бомба которую он сделает или ракета полетит в израиль а северная корея ядерная то есть россия ядерная китай ядерный вот они по одну сторону а теперь что их объединяет еще у них у всех диктатура то есть эти диктаторские и еще они все хотят воевать еще как-то сдерживается со своим не хочет никак начинать но он провоцирует этих марионеток к войне потому что у диктаторского режима у него он не рассматривает другие варианты ну как бы у него нет пути поделиться с властью вот самый важный момент что что такое демократический процесс это когда человек в сознательном состоянии подходит его срок заканчивается он спокойно делится власть более того он делится властью находясь на самой верхней ступеньке вот у байдена когда там ругают байдена что это его политика да нифига не его политика у него есть окружение которое сформировано из разных поколений которые вырабатывают его программу делают ему это все то есть он сам не властвует там есть и госсекретарь там у каждого есть полномочия которые они выполняют в окружении байдена не байден придумывает там что-нибудь байден смотрит ему докладывают и он выслушивает разные точки зрения и принимает решения взвешенные диктатор так не поступает диктатор поступает хочу и делаю как маленький ребенок и мы видим что диктаторский режим аятал который опирается на своих стражей порядка хочет воевать хоть с кем-то потому что у него нет другого способа сохраняться у власти кругом враги потому что если кругом не враги то враги внутри мы вспоминаем Советский Союз или его ранние этапы да и вся история его была всегда та же самая враги народа вот всегда присутствуют враги народа внутри с ними должен быть какой-то орган который постоянно борется политически в Советском Союзе это было КГБ но почему так похож украинский режим это не та страна которая может позволить себе диктатуру не та страна в которой можно это осуществить потому что упиваясь вот этой постсовковой властью когда так случилось что наша конституция настолько несовершенная что она приводит к засилию власти президента становится все зависеть от одного человека а если это такая незрелая личность как Зеленский который пришел во-первых какого черта ты полез в президенты это первый вопрос во-вторых кто тебя туда потащил кто твои кукловоды третье насколько ты зрелая личность потому что когда я смотрю историю вот если вот растянуть историю про Зеленского мы увидим очень веселого юморного КВНщика молодого бодрого на сцене играющего разные роли потом он становится президентом он превращается в игрулю он все время на одной ножке крутится вокруг шаурму поедает и все весело и в парламент приходит весело и даже весело присягу принимает а потом с каждым месяцем с каждым годом мы видим более жесткого президента то есть он как будто бы звереет это началось с простого вот как у Грицельды с маленького преступления помните злодий выйди вон это на местное самоуправление а кто тут бандюган баканов займись им это на все экраны показали и люди это съели а что правильно с бандитами так и надо бороться закон не нужен нам проходит время еще кого то а потом мы видим чехарду назначений то есть хочу сниму не объясню хочу а потом началось хамство журналистов а потом уже международное хамство началось а потом мы же не знаем как он разговаривал с тем же Путиным что и почему политика государства была такая что по большому счету не снимались острые углы не забалтывался вопрос президентом он обострялся постоянно как будто бы шел на войну как будто бы ему нужна была эта война обязательно а что такое западные лидеры отлично они же наблюдают наверное со психологами смотри какой интересный сюжет получается есть страна которая в принципе должна быть европейской с определенными традициями которая уже давно устремлена в Европу а тут приходит такой президент который в принципе склонен к хамству к войне а давай-ка его и подобьем на это дело и возможно его подбили на это дело война началась Путина подбивали со своей стороны а по сути мы сейчас видим что на территории Украины бьется весь славянский мир вот все диктаторы сошлись вот здесь и бьются между собой и Лукашенко туда втянули и Кадырова туда втянули туда всех втянули а еще втянули запасную мозаику в виде Ким Чен Ира Синь Цзинь Пиня и иранцев всех туда уже собрали и Зеленскому вот как жаловали что в Стамбуле приехал Джонсон и остановил что-то там подписывать запретил мне кажется что стратегически Зеленского попросту развели когда его возили по вот этим всем столицам когда ему в сенат когда он с королям жал руки когда звезды приезжали он упивался собственным величием и это же они ему подсказали что ты и Черчилль ты и Наполеон ты и Че Гевара в одном разливе что вообще самый великий что вообще все держится на нефтике боннефтик и в этот момент у Зеленского пропала всякая всякий интерес собственным гражданам потому что по сути они там приняли решение что все граждане должны быть им то есть по сути нефтик один Зеленский ну и его окружение 6 эффективных а все остальные типа вроде как не участвовали хотя все остальные сидели под бомбежками и отражали атаки и в том числе тот же самый генерал Залужин которого он мягко говоря выгнал с должности непонятно почему наградив героем то есть опять же динамика заключается в том что агрессии становится все больше и больше вот последнее интервью Зеленского там вообще он уже трансформация произошла к тому что к 91 году мы не возвращаемся к 22 году мы не можем вернуться а вообще мы можем и проиграть типа это же инфантильное поведение мальчика мы можем и проиграть потому что а что посмотрите что вы с нами сделали это же этот возлых ребенка которого который доводит себя уже до истощения и единственный его истерический возраст посмотрите что вы с нами сделали сейчас обращаются к международному сообществу к американским сенаторам посмотрите что вы с нами сделали американцы которые дают оружие им выгодно у них военно-промышленный комплекс получит денег кстати помощь которую рассматривают все таки ее судя по всему собираются рассматривать опять же в какой-то степени все укладывается в эту канву американцы продолжают проводить но Джонсон единственное что теперь настаивает на том что проголосует на этот пакет и израиле и украине и тайване но оттуда выдернут гуманитарную помощь так сказать помощь правительству то есть она будет не бесплатная она будет кредитом возможно даже беспроцентно но кредитом то есть они уже поняли что завтра они будут иметь дело с Пабло Искобаром завтра они будут иметь дело с Грицельдой завтра они будут иметь дело с людьми которые упиваются властью людьми вот представьте себе что если на секунду если бы помните от Киева отступления россиян и наступления если бы мы победили тогда что бы с нами было мы перешли бы на мирные рельсы самое интересное что этот ответ на поверхности мы бы аплодировали Зеленскому его окружению они бы упивались этим и добивали бы своих граждан еще больше потому что у них появилась бы еще больше власть вот что всегда останавливает диктатора это всегда только законы физики и что если у нас на вершине власти оказался неугомонный диктатор для которого упивание властью собственным величием является приоритетом то единственное что его остановит это законы физики в данной ситуации величина россии намного больше чем величина украины это сильно останавливает диктатора ему он вынужден петлять но каким образом и почему наше общество и особенно окружение зеленского которое не может ему подсказать куда ты идешь тебе уже надо перестать все время идти на поводу своих эмоций тебе надо сегодня любой ценой любой ценой я говорю выдернуть свою страну из под удара вывести людей и сохранить граждан украины потому что самое чудовищное в этой ситуации что он даже не ракеты и бомбы выгоняет людей с украины а государство выгоняет людей и делает их врагами народа превращая огромное количество врагов народа вы теряете этих людей то есть у украины после войны вот допустим завтра или там я надеюсь что и Макрон додавит и Синь Цзиньпинь там начинает заявлять что возможно летом что-то произойдет куда-то там уже Путина пригласили праздновать победу в войне делегацию во всяком случае наверно сам он не полетит побоится возможно ведется переговоры чтобы он и в Швейцарии был ведутся переговоры чтобы на время Олимпийских игр приостановить войну то есть мы видим что туда к этим датам июнь июль там что-то там такое вот заморозится война вот остановилась война ведь в чем проблема этой власти что они не думают заранее вот как они не думали о том что возможно начнется война и внушали обществу что все в порядке все под контролем у нас разведки работают тут со всех сторон мы все видим никакой войны не будет что потом они начали нам делать прокламации которых ни разу они не оправдались все их прогнозы и сейчас я думаю что они не думают а что вы будете делать после войны ну вот заморозят конфликт вот предположим территории останутся подконтрольные России мир это не признают но тем не менее конфликт заморозят и огромная армия будет просто на зарплате нет их надо будет отпускать во всяком случае половину хотя бы то есть сделать ротацию обучать других и в этом перемирии выяснится что мы уже говорили что людям некуда будет вернуться а те которых они объявили ухлянтами и поразили их в правах за рубежом и которые конечно же не приедут отмечаться военкоматы они их объявили врагами народа и вот на территории Украины находится меньше населения города недозаполнены огромные территории потеряны и на этой территории что будут делать европейские лидеры ну на войну же вам уже деньги не нужны не нужны а на что вам нужны деньги на восстановление а восстановление это за чей счет будет за ваши долги у вас же мы вам еще можем дать кредиты потому что тогда надо запускать корпорации тогда надо вытеснять коренное население и запускать сюда другое население потому что этим корпорациям нужны трудовые ресурсы а откуда они их возьмут не получается что если рассматривать будущее то нужно открывать границы нужно предоставлять экономические возможности на своей стране возвращаться и работать производить но здесь свора прокуроров сидит здесь свора государства и озлобленный президент который корчит из себя Че Гевару а в такую страну точно не вернут а захотят ли они в такой ситуации потеряв такое количество голосов проводить выборы он попытается закрепить власть за собой то есть оттягивать снятие военного положения любым словом еще может быть на год что будет усугублять экономическую проблему и получается что сюда не будут заходить деньги потому что в диктаторский режим там где сидят прокуроры и ждут хоть что-нибудь дайте сожрать и поупиваться властью они будут входить корпорации анти против корпорации сейчас работает тот же самый парламент там протаскивают этот закон АБЭП который не одобряют семерка они продолжают его тянуть они продолжают опираться на тех людей которые упиваются властью во дворце президента то есть мы можем предположить что послевоенный период будет не легче военного потому что попросту не будут давать деньги чтобы режим упал то есть начнется борьба с режимом а режим как может упасть ну не будет денег мы вот они же как будут говорить мы вот этому не дадим Зеленскому а теперь вопрос а Зеленский готов поделиться властью с парламентом а парламент готов принять власть мы же можем сколько угодно фантазировать но этот амебный парламент не готов принять власть а мы можем сколько угодно фантазировать мы понимаем что там и оппозиции все тоже слабы мы понимаем что парламент как минимум надо переизбрать на других людей а где они а где эти люди если они все убежали потому что они под политическим давлением находятся что любого могут арестовать как ухлянта то есть мы сейчас видим обеднение политического пространства когда даже если Зеленский скажет да выбирайте уже парламент на свободных а где средства массовой информации то есть разрушив все органы власти особенно законодательные и местное самоуправление именем войны Зеленский привел к тому что он идет де-факто к самоуничтожению то есть условно говоря наверное у нас будет такой период когда у нас вообще не будет президента возможно исполняющие обязанности какой-то возможно какая-то группа лиц которые захватят власть и начнут командовать чтобы это все исправить опять возникает маяк генерала пиночета или генерала залужного опять возникает то что какая-то хунта должна прийти чтобы этих снести и заменить политический процесс на нормальный а другого не может быть потому что все будет нацелено все равно на европейский союз на американ то есть мы должны предвидеть что именно такой политический процесс как выход потому что опять же глядя эти наркосериалы ты приходишь к выводу что их смогла остановить только то что они начинают допускать бесконечное множество ошибок то есть они начинают беспорядочно убивать вокруг себя все и вся как грицель да убивает свою семью убивает всех убивает 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 и остановиться уже не может все человек сошел с ума и эскобара также сошел с ума они сходили с ума из-за упивания властью и путин сошел с ума исключительно из-за упивания властью огромное количество денег дворцов все там вообще все в результате человек сходит с ума и иранские аяталы они уже давно сошли с ума на своих стражах порядка попереодевали людей а я посмотрел их ввп на душу населения четыре с половиной тысячи долларов это против израиля они воюют у которого пятьдесят четыре тысячи долларов и мечтают об одном эти все аяталы мечтают чтобы у них была ядерная дубинка потому что единственная возможность и почему их не сносят сразу военными действиями потому что ядерная дубинка защищает оставшихся диктаторов и по сути ядерное оружие это последний аргумент диктаторов чтобы остаться у власть когда уже начинается международное давление потому что мир же уже не будет другим все жена из бутылки выпустили информация протекает везде и всюду мы сидим на западных информационных ресурсах мы из-за рубежа люди вещают как как будто бы они у себя дома находятся то есть мир уже не будет другим и мир не будет терпеть в этой ситуации именно диктаторов вот почему Зеленский его режим обречен потому что они не выбрали путь укрепления демократии потому что это сложно долго не так почетно много разговоров народ будет недоволен надо принимать быстрые эффективные решения напринимались такого что их тупо развел мир на граждан Украины потому что мир развел Зеленского на размен вот тебе слава отдай жизни граждан Украины потому что если бы он был настоящий политический деятель нормальный с нормальным восприятием жизни когда чего-то не понимаешь обращаться к специалистам а не написанию сценария себя великого как ты выглядишь в тех или иных переговорах или как ты скажешь речь выученную нет если политик такого масштаба как до президента он формирует команду которая приводит к хоть какому-то успеху или хотя бы обозначает ориентиры этого успеха или как минимум говорит а куда собственно мы двигаемся потому что судя по всему мы двигаемся к ухудшению ситуации в результате действий президента Украины и его эффективных менеджеров и выкрутиться из этого невозможно потому что от нас с вами вообще ноль зависит все граждане Украины выключены из любого процесса можете героизм проявлять у себя на рабочем месте можете героически ходить на работу можете восстанавливать что-то там разрушенное можно там станцию это не играет никакой роли власти продуцируют беспредел потому что завтра этой же власти с них спросят и скажут дай денег дай денег дай имущество дай 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 и все вверх вот чем заканчивает бандитский режим во время этих разборов он перестает контролировать себя и свое окружение и когда будут говорить о том что Украину разрушил Путин Украину разрушила собственное государство под собственным весом оно методично шло к разрушению государства под имени совок оно все время пыталось себя разрушить единственное что сдерживало до этого наверное все таки правители приходили более менее в себе на определенном этапе они где-то останавливались где-то тормозили или где-то начинали останавливать систему потому что когда правитель видит что извини твой прокурор штампует дела подписывает пока полайкайте а я откажется да не забывайте лайкать что нам очень важно я это говорю не только для вас я это говорю больше даже для себя потому что мне принимать решение когда мне въезжать в страну я в розыске меня судья туда отправил в розыск я супер преступник потому что я продал квартиру в восемнадцатом году и уплатил все налоги но для прокуратуры я преступник они будут меня продолжать преследовать потому что таков заказ администрации президента им не нужен был политический оппонент на либертарианском поле и в двадцать первом году еще до войны они приняли решение а испытаем систему а в каком состоянии это можно было принять а мы видим что это же на мне не ограничилось это я только тогда понял что это такое вообще и как это вас втягивает в эту систему взаимоотношений с государством где государство полностью на вас нападает в виде прокуроров оборотней затягивая в этот бессмысленный процесс судебных процессов задействия наше огромное количество людей а потом ты понял это необходимый процесс окончания существования самого бестолкового государства на постевропейском пространстве которое умудрилось действительно с 50 миллионов потерять территории и еще и дойти до 28 миллионов только потому что приходили к власти люди которые не думали о том чтобы люди зарабатывали на этой территории а думали как набить себе карманы и как эти деньги коллективненько так вывести за рубеж в офшор там купить себе дома и на пенсию уехать туда рассуждать о том как они любят Украину я с удовольствием вспоминаю Кучму и его проживание с зятем то в Лондоне то на Сардинии сколько туда капитала ушло я с удовольствием вспоминаю Ющенко и дети в Америке сколько туда капитала ушло с удовольствием вспоминать Януковича сколько капиталов по миру потерял и в конце концов убежал в в этом случае Порошенко был патриотом Украины конечно в офшорах наверное тоже все забито и его окружение сейчас бегает по миру которое с удовольствием грабило то же самое Гладковского сейчас вот объявили в розыск потому что заказы получали на ненужную продукцию не выпускали а когда сменилась власть начали их преследовать но об этих я вообще ничего не говорю потому что у них вообще ничего нет кроме должностей ну в Украине и домов которые они сейчас же дошло до тупого что они просто забирают дома просто отбирают квартиры паркоместа просто могут бизнес-центр забрать просто заставят человека переписать что-нибудь то есть это уже даже не наркотрафик там еще надо что-то как-то придумать как-то завести обойти а это уже высший пилотаж вы прямо забираете готово то что на человек потратил свою жизнь деньги строил а вы придете и заберете и отношение это потребительское идет от президента весь мир должен вот ему должен весь мир он куда не пойдет он говорит дайте мне деньги люди спрашивают а ты о чем думал раньше пять лет у власти но я бы очень хотел чтобы его замучила совесть я не знаю там она осталась или нет и что он сказал я не справился я реально не справился с ситуацией меня развели Джонсоны меня развели все эти политические деятели в своих интересах я поработал хорошо на Америку я хорошо поработал на Европу я слил Украину я предал своих сограждан объявил их ухылянтами что это вообще безумие какое-то я в принципе бросил в молотилку всю страну я пиарился на этом я должен уйти попросить прощения и сделать напоследок одну вещь я хочу сформировать правительство которому передам всю власть заставлю проголосовать правилами чтобы были особые полномочия но это правительство должно быть с идеей как вообще отсюда вылазить потому что вылазить отсюда без потери территории на 50 лет как минимум будет невозможно и сейчас надо уже ставить вопрос вообще не о территориях а о людях потому что людей ты уже не воспроизведешь никогда а значит ты не воспроизведешь ту жизнь которая была до войны хотя бы и может ли Зеленский это сделать могут ли его шесть эффективных менеджеров которые до этого довели это сделать единственное это вот опять же ты смотришь что Господь же посылает вот это Грицельда с этим сериалом ей же подкидывает возьми деньги и отдыхай ну ты сделала стартап наркотический возьми деньги и едь едь на Багамы отдыхай она не берет деньги не едет отдыхать и в конце концов она погибнет потому что тучи сгущаются весь мир уже смотрит волком на эффективных менеджеров на Зеленск на Украину на то что они начинают понимать что такое постсовок что постсовок не в состоянии принимать очень простого решения помогать людям спасать людей что он не способен сочувствовать что здесь ген сочувствия вообще выветрен и что если и менять в Украине то прежде всего все все государственное устройство вот к чему приходит мир и общество украинское тоже к этому должно прийти в конце концов что нужно менять на том что мы хотим построить на территории Украины если пока мы не заразимся вот этим общим желанием мы хотим чтобы в нашем доме в нашей стране на нашей территории люди жили свободно и счастливо тогда защищайте меньшинство тогда защищайте права человека тогда дайте больше свободы этим людям которые живут и возможно мне уже даже не нравится это название правительства национального спасения это правительство свободы которое должно освободить наших граждан от государства потому что в любом случае это государство посадите другого человека в эти же самые хоромы вы получите через некоторое время опять диктатор потому что сами эти государства они склонны к диктатуре и общество склонно сжирать эту диктатуру так что не знаю когда это произойдет то что мне кажется трагический конец будет у тех кто сейчас наверху власти потому что они сами себя сожрут и изничтожат изничтожат вот об этом мне хотелось сегодня сказать потому что во первых появились все равно подтверждается то что мы говорили что помощь хоть и в долг дадут что европейский союз озабочен тем чтобы что потеряет украину и кстати мне там написали говорят а зачем это головная боль в виде украины с ее коррупцией такими президентами и с долгами Евросоюза ну то есть нас не примут люди не могут понять что мы Украина Евросоюзу нужны как хлеб как как необходимая территория как необходимая территория естественного развития демократии в Европе то есть по сути присоединение такой территории а там потом и Беларусь туда войдет и Молдова что эти территории должны быть европейскими с европейскими ценностями и что это выход из той ситуации куда нас загнали постсоветские страны потому что еще раз говорю это 33-летний итог того что мы проходили все советские страны построили у себя диктатуру вот так оно случилось только самые слабые может быть и не построили у себя диктатуру там Молдову я не знаю как они там они сильно под контролем Европы находятся но все страны особенно ресурсные они построили у себя диктатуру а Украина оказалась она построила у себя квази диктатуру ментовско-прокурорско-судейскую диктатуру а еще сюда добавили военную диктатуру и для людей наступили самые благодатные времена времена когда твоя родина тебя объявляет или преступником или ухылянтом и поражает в правах буквально всех граждан Украины вот она кульминация и когда Зеленский выйдет и скажет вам это все для вас вы задаете вопрос а что для нас что в этом всем бедламе для граждан Украины где твои Зеленский обещания в марте что ты зовешь всех обратно и что они будут работать без налога где эти обещания они потонули в общем потоке лжи всей твоей администрации и мир все равно остановит его но трагически для граждан Украины нам придется проходить этап когда единственной мыслью будет чтобы избавиться от этой власти зеленых которые сегодня де-факто хоронят веру в собственную страну зарабатываем свободу